Клиент может сидеть в регионе, все решать удаленно. Но выглядит очень красиво. А в чем подвох? А подвоха нет. Когда вы принимаете товар от поставщика, берите штрих-код, тот, который вы сгенерируете для этого товара, через сам сайт Valbris. Нельзя фотографировать на территории склада. Возьмите на заметку, что можно еще и штраф получить. Да. Когда вы сдаете товар, держите телефон, никто же не видит, что вы снимаете. И в дальнейшем, если вдруг товар пропал, мы можем это видео отправить Valbris. Для разбирательства это точно поможет. Вот этот запал, он прямо еще больше тебя раскураживает. Ты думаешь, вот все, сейчас осталось-то буквально сесть в машину, доехать до склада, Valbris, сдать и все. Поставка до 10 коробок, это можно отвезти коробами. Более 10 коробок, это уже по лету. Галь, а точно вот так вот никаких документов нет? Да точно. Ребят, на связи бизнес-база. Я знаю, что вы все давно просили показать вам фулфилмент, ребят, которые этим занимаются. И сегодня для нас, для всех, есть эта возможность задать напрямую ребятам, кто каждый день связан с приемкой, с отправкой и с вопросами урегулирования конфликтов с Valbris. Давайте задавать вопросы. Если вы вдруг не получили ответы на свои вопросы касаемые фулфилмента, обязательно напишите их в комментарии, и мы с Евгением с удовольствием на них ответим. Евгений, приветствую. Приветствую. У нас есть одно правило, мы всегда говорим без цензуры, как есть. Краткий бриф, значит, расскажи в двух словах о себе, как ты пришел в бизнес и как ты пришел в фулфилмент. Это первая часть. И вторая часть уже про сам фулфилмент, про все нюансы, с которыми вы сталкиваетесь, и с которыми сталкиваются ребята, которые работают с вами. Окей, зовут меня Евгений. В фулфилмент мы пришли 6 месяцев назад уже, получается. Команда наша состояла из трех человек, мы три близких друга, которые имели богатый опыт работы в логистических компаниях. Все началось с носков. Как бы это сейчас не звучало парадоксально, обычные носки потолкнули нас на развитие данного направления, данного бизнеса. Мой коллега, друг, напарник по бизнесу, Дмитрий, решил продавать. Ну, у него было свободное время, он говорит, дай попробую. Ну, потому что он говорит, ну, все идут, все что-то продают, все что-то делают. На Валборсе. Совершенно верно, да. Давай попробую. Я говорю, Дим, я, ну, как бы не знаю, попробуй. И у Димы началась история. Значит, днем была основная работа, то есть, там, с 9 до 6 иногда это было, там, 7-8 задержался. А вечером Дмитрий приезжал домой, значит, брал коробки с носками, они с супругой садились и начинали там все это дело что-то клеить, что-то вязать. Я приезжаю к нему в гости, у него однокомнатная квартира, значит, двое детей, супруга, значит, девчонки тут бегают у него, мальчишки. И они с супругой сидят вокруг этих коробок, короче, что-то там клеить. А носки где они покупали? Из Тулы привозили, то есть, на какой-то швейной фабрике, город Тул. Ну, российского производителя, это не китайские носки. Да, не Китай, это Тула, и что самое интересное, он за этими носками ездил сам, в Тулу, в выходной день. В общем, эта история у Дмитрия длилась, наверное, месяцев 8, и он пропал. Ну, то есть, пропал из объектива нашего, то есть, в выходные у него работа, в будни работа, в выходные, соответственно, это носки. Вот, и как-то мы встретились, у нас было какое-то такое собрание, связанное с, что-то мы там решили обсудить, я сейчас, честно, уже не вспомню. И он начал рассказывать о том, что это какой-то вечный геморрой, что там что-то, то коробки не так там упакуешь, что какие-то штрих-кода, еще это, 5-е, 10-е. Я говорю, Дим, а давай, ну, ты же знаешь эту кухню изнутри, ну, у тебя там не с первого раза получилось, там он не смог сделать личный кабинет сам, он там в телеграм-канале где-то просил о помощи, он не смог сделать первую поставку, даже вторую поставку он не смог сделать, его там развернули обратно. Я говорю, ну, если ты знаешь, что это кухня, ну, а давай попробуем от обратного, давай будем рассказывать об этих проблемах людям и попробуем это монетизировать, ну, приносить пользу. Ну, собственно говоря, вот так 6 месяцев назад мы собрались в офисе Вабухова, там же теперь у нас находится наш склад, наш склад фулфилмента, и, собственно говоря, вот так мы познакомились. Именно с этим бизнесом, именно с этим бизнесом, то есть все началось с носков. И я прекрасно понимаю, что таких носков в нашей стране это просто миллионы людей, у которых что-то не получается, у которых опускаются руки, потому что, ну, глаза горят здесь сейчас. И мне приходит идея, да, я хочу, пойду продавать худи, но у всех же худи, всем хочется ходить в худи, и я тоже буду продавать худи. Но до момента, там, с момента хорошо найти это худи, привести к себе домой, вот этот запал, он прямо еще больше тебя раскураживает. И ты думаешь, вот все, сейчас осталось-то буквально сесть в машину, доехать до склада, Валбрис, дать и все, и добрый вечер. А вот нет. И как показал наш пока еще небольшой опыт, то есть всего там 6 месяцев мы занимаемся этим проектом, все далеко не просто. Ну, наш первый опыт, когда мы сдавали товар на Валбрис, третий либо четвертый раз мы его только сдали. У нас водитель с центра Москвы мотался в коллеги, и постоянно что-то было не так. Что-то было не так. Реклама, господа. Многие из вас работают с Озон и Валбрис. И наверняка вам знакома проблема контроля остатков с одного склада на два маркетплейса. Ребята из сервиса Винтегра создали для себя удобный инструмент, позволяющий решить эту задачу, и сейчас готовы поделиться им с вами. В сервисе также решен вопрос быстрого редактирования цен, скидок и остатков на двух маркетплейсах в каждой карточке товара. Вам наверняка интересно, как это устроено. Все достаточно просто. Каждые 15 минут происходит обновление остатков Винтегра, вследствие чего обновляются и остатки на Валбрис и Озон. То есть, если у вас есть 10 штук одной позиции, при покупке 3 штук на Валбрис остаток, соответственно, получится 7 штук. В течение 15 минут на Озон остаток тоже будет 7 штук автоматически. Редактирование цен происходит в аккаунте Винтегра без перехода на карточку товара. В строке также редактируется и скидка, причем сразу это можно сделать в колонках Валбриса и Озона. При поступлении товара легко прямо в строке данного товара вы можете изменить остаток и обновить сразу же в системах. Если ваше наличие менее 10 штук, то система автоматически выделит желтым оттенком, при нулевом остатке система выглядит красным. И самое главное, все это вы можете сделать без использования 1С и таблиц Excel и каких-либо других сервисов. Ребята также предусмотрели тестовую неделю с бесплатным доступом. Ссылочку на сервис я прикреплю, как обычно, в описании. Ну что, еду добыли, а теперь можно и выпуск дальше посмотреть. Мне приятного аппетита, ну а вам приятного просмотра. Сколько вы заработали в первый месяц? В первый месяц мы заработали... И на ком вы заработали, что самое интересное? На этих носках? Либо вы начали сразу же скидать клиентом? Нет, 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 после того, когда мы уже там получили первых клиентов. Вообще, получили первого клиента, это было... Для меня это вообще был просто нонсенс какой-то, вообще парадокс. Просто я очень много продавал, ну там, в разных сферах работал. Ну, я умею продавать, я знаю, что сделать с телефоном. И, как правило, там, ну всегда вот это вот, а не надо, а спасибо, не интересует. И когда мы приехали в офис, как раз, помню, первый это был день, я говорю, дайте мне телефон, дайте я попробую. Дайте я попробую пообщаться с людьми. И я набираю там эти 9 цифр, мне говорят, алло, здравствуйте, я представляюсь, говорю, кто я и с какой я компанией. Ну, еще тогда я компании как таково не был, просто была наша красивая сказка, которая начиналась. И человек мне сказал, а давайте пообщаемся. Мне это интересно. Ну и все, тогда я загорелся, и как бы там на второй план уже ушли там другие какие-то моменты, там другие дела. И с тех пор вот я с 9 до 9 я... А чем занимаешься ты ежедневно, и какая твоя работа? Как бы это была обычная техническая работа, то есть мы также ездили к клиентам, забирали у них товар, привозили товар, делали складскую там, ну консолидацию на складе. То есть изначально все делали сами, для того, чтобы потом была возможность передать этот опыт уже непосредственно там сотрудникам. Ну, сейчас, сейчас все, что я делаю, это общение с клиентами. То есть техническая работа, там складская работа, складские операции, там поездки курьерские, они отошли уже на... Как бы перешли в руки там, да, и в ноги сотрудников. Вот, а я занимаюсь, непосредственно я занимаюсь сообщением с клиентами. То есть это обработка входящих сообщений, каких-то до запросов, с просьбой, а можете рассказать, а можете посчитать. То есть это мы делаем самостоятельно. Ну, только я, вот, как бы и Дмитрий, и Сергей, мы это делаем до сих пор самостоятельно и не хотим это отпускать. Я предлагаю перейти ко второй части интервью и уже погрузиться в детали фулфилмента. Давай разберем в целом, что это такое, как этот бизнес функционирует, что для этого нужно, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Ну, давай начнем, наверное, что такое фулфилмент. Фулфилмент – это забор, хранение, упаковка, маркировка товаров, товара для наших клиентов. То есть это спектр, полный спектр услуг, который позволяет нашим клиентам получить товар у производителя либо, да, кто-то производит товар самостоятельно от момента его получения и до момента отправки на Marketplace, соответственно, снять с себя всю головную боль касаемо этого процесса. Давай разберем по деталям, с чего он начинается. Часть из наших ребят находится в регионе, и они, посмотрев там часть наших роликов, часть других роликов, которые есть на просторе Ютуба, хотят и загорелись идеей заниматься Валбрисом. Но, например, если человек находится в Вологде, либо в какой-нибудь Краснодаре, либо в любом другом городе, не в Москве, у него встает вопрос, а как все-таки, если я нашел этот товар, я создал карточку, как мне этот товар довести до склада Валбрис? Есть, на мой взгляд, несколько путей. Можно отправить в логистической компании, можно отвезти самому. Но эти два варианта, они, на мой взгляд, не совсем верны, потому что мы, как я говорил ранее, с третьего, либо с четвертого раза только сдали, смогли сдать с нашим опытом работы в бизнесе, с товаркой, смогли сдать товар на Валбрис. Как этот алгоритм производится на жизни? Хороший вопрос. И что самый интересный момент, ты заметил, что клиенты, возможно, они находятся не в Москве, они находятся в других городах, и по практике у нас большая часть клиентов – это клиенты, которые вообще далеко не в Москве, а иногда даже не в Московской области. Весь процесс начинается с первого диалога с клиентом. То есть, неважно, это обращение в социальные сети, или телефонный звонок, или обращение на сайт. Все начинается с первого телефонного звонка, ну, то есть, первого общения. Потому что именно при этом мы уточняем все детали. То есть, мы узнаем, новичок ли это, либо уже человек, который имеет опыт работы на Валбрис. Ну, как правило, первый клиент и большой массив клиентов, который мы обрабатываем, это все-таки новички. Это те, кто решили, здесь и сейчас буду продавать. А есть ли разница, новичок, либо не новичок? Разница есть. А в чем она? Она заключается в том, что новичок – это человек, который, как правило, не знает даже, как зарегистрировать личный кабинет. А человек, который уже имеет опыт работы на Валбрис, ему, скорее, мы нужны как поддержка. То есть, это не хватает места на складе. Нужно задействовать дополнительное количество курьеров. То есть, он может себе позволить, например, двоих. Ну, у него небольшие продажи. Ну, есть. Но курьеров не хватает. Либо какие-то возникают сложные моменты. То есть, опытные, они берут от нас часть услуг. То есть, им нужно вот это, как корзина продовольственная. Вот это, возьму вот это, вот это, вот это. Вот это у меня будет достаточно для того, чтобы дальше мой бизнес, мои продажи шли ровно. А новички – это… Тут все гораздо сложнее. Почему? Потому что, ну, во-первых, человек залетает, многие залетают даже не думая о том, что они там, вообще, как это будет продаваться, не будет. Никакого анализа, никакой… Ну, просто я решил, я хочу. Вот. И все начинает с того, что даже… А как оформить личный кабинет? Здесь, соответственно, сотрудник, он не занимается этим самостоятельным. То есть, мы не активируем там личный кабинет. Это все должен сделать наш клиент. Почему? Потому что там нужно подписать оферту. После этого, как только он будет активирован, здесь уже создается, добавляется номер телефона в личном кабинете нашего сотрудника ответственного. После чего специалист берет в работу личный кабинет. Оформление и, как бы, да, оформление личного кабинета. А вот здесь вопрос. Селлеру нужно давать доступ к личному своему кабинету вашему сотруднику? Конечно, да. То есть, ваш сотрудник внутри личного… Добавляется номер телефона, да, добавляется номер телефона. Это все делается с согласия клиента. То есть, мы об этом проговариваем это заранее. То есть, если вы сами нет, ну, тогда давайте мы. Это все проговаривается, ну, как бы, нареканий пока не было. После того, когда личный кабинет проводится в порядок, кто-то после небольшой там лекции, до небольшого ликбеза продолжает самостоятельно следить за ним, да, то есть, ну, заниматься всеми процессами, да, которые требуют личный кабинет. А кто-то говорит, а зачем? А что это за процессы? Можем мы в детали погрузиться? Конечно, можно. Зарегистрировали личный кабинет на вайдрес. Дальше идет процесс, ну, нужно что? Туда нужно добавить товар. То есть, в свой магазин, в свой магазин нужно привезти товар. Вот. И создание карточек товара. Опять, сам ли это будет делать клиент? Или он это переносит на наши плечи? То есть, если человек говорит, что я вообще ничего не понимаю, окей, давайте мы этим будем заниматься, наш специалист. Фотографирование товара, потому что это, как бы, тоже момент очень важный. Кто-то самостоятельно на телефон снимает, кто-то, там, ищет, ну, какие-то студии, да, там, вынимает, там, модели. Хорошо, если это товарка. То есть, ее можно положить, там, на стол, там, смотреть какой-то красивый короб, и в нем отфоткать. А если это вещи? Это модели, это мужчина, женщина, девочки, там. Вот. Это опять тоже все обговаривается. Хорошо, там, сами-не сами. Мы? Окей, мы. Нанесение, это графики, то есть, когда на фотографии все вот эти красивые, там, буковки, циферки, размеры, описания. Второй момент, третий момент. Ну, для этого уже не нужен логин и пароль к личному кабинету для того, чтобы сделать фотографии. Нет, нет. Ну, потом, когда уже загружать, когда ты уже загружаешь уже готовую, там, фотографию, да, готовая информация, описание товара. Ну, для этого уже нужен доступ к личному кабинету. И это уже делает наш сотрудник. Опять, если мы заранее, то есть, во-первых, мы подписываем договор. В этом договоре есть приложение 1. В этом приложении 1 все, что сказано при телефонном звонке, соответственно, там отражается, и потом уже и работы, и цены, которые были оговорены, и они как бы не двигаются. В большую сторону точно нет, в меньшую еще можно. Да, здесь вопрос в другой плоскости. Для чего селеру передавать вам данные от личного кабинета? То есть, как правило, я сейчас на часть вопроса получил ответ, чтобы, если, например, селер хочет целиком, чтобы вы создали карточку, загрузили фотографии, там наверняка сделали теги, проставили. SEO-оптимизацию вы тоже делаете, да? Да. А если, например, у селера это все есть, ему нужен только фулфилмент? Нет, если есть, это нет. Если все это есть, не нужно передавать никаких данных в личный кабинет. Я просто, к чему я начал, да, вообще, к чему начал именно с личного кабинета? Это я взял за, как бы, за модель, вот, обращение, да, нашего клиента, который не знает ничего, но хотел бы начать. И там, конечно, как правило, наш специалист занимается вопросом даже личного кабинета. А если все есть, если все настроено, если есть карточки товара, тогда мы переходим к следующему этапу, мы забираем груз у клиента. Мы можем это сделать многими путями. Либо это будет сторонняя логистическая компания, да? Либо, если эта география позволяет, там, наш курьер сам выезжает. Либо курьер, либо клиент своими силами говорит, я вам отправлю, вот, дайте, пожалуйста, адрес вашего склада. Либо очень много обращений, это когда мы, когда курьера, и мы ездили на Садовод, на Ситяг Москва, и прямо там у поставщиков забирали товар клиента, упакованный в баулы, в китайский, то есть даже сам клиент не видел, что ему привезли, а точно там шорты, а вообще, а сколько их там штук, а все ли доехал. То есть заборка товара осуществляется, потом привозим на склад. А заборка товара стоит денег? Да, конечно. Ну, то есть все зависит от того, какого объема товар. Ну, грубо говоря, если там коробка с наушниками, да, то есть она небольшая, то едет курьер там на маленькой машине. Если это там несколько баллов, то, соответственно, едет уже машина побольше. А если вы привлекаете сторонние транспортные компании, на них вы тоже зарабатываете? Нет, там все по тарифам. Ну, потому что, во-первых, это очень легко проверить. Накладную, которая создается в любой компании логистической, она здесь, на глазах у клиента он ее видит. Поэтому здесь просто наша задача забрать к себе товар, и уже потом, ну, на этом зарабатывать смысла нет. Это не наш бизнес, пусть нам привезут. Наш бизнес – это получить и доставить до маркетплейса. Соответственно, осуществляется приемка товара. На моменте приемки товара, если клиент не видел товара… Такие тоже часто случаи бывают. Мы лично ездили, сейчас курьеры, они приезжают на тот же, например, садовод, забирают тюк. Ну, например, последний раз, я помню, это были шорты. Ну, то есть, и даже клиент охотится в Петерпавловске-Камчатском, если не ошибаюсь, не помню. Скорее всего, скорее всего. Ну, это было очень далеко. И она не видела, что там. Вот, то есть, мы привезли на склад, соответственно, кладовщик все это дело вскрывает, считает. То есть, да, по накладной, по договору, должно прийти 100 шорт, 100 штук. Соответственно, он все это проверяет, читает. Если нет видимых каких-то повреждений, то есть, там, ну, например, сильно разорванный пакет, в который упакованы шорты, там что-то прям, ну, вывалилось там. Соответственно, все вот эти моменты мы фотографируем и направляем клиенту. А накладной клиент вам в электронном виде высылает? Если он нам отправляет? Да. Да. Так, хорошо. То есть, вы можете забрать в том числе с любой точки товар, проверить его. Совершенно верно, да. В некоторых случаях вы можете, соответственно, также за него заплатить. Да. Клиент может сидеть в регионе. Да. Все решать удаленно. Да. Но выглядит очень красиво. Ну... А в чем подвох? А подвоха нет. Это, это новое направление. Ну, я для себя открыл это как новое направление, которое позволяет, ну, есть много компаний, да, не важно каких, там, все мы занимаемся бизнесом. Вы пользуетесь, там, услугами аутсорса бухгалтерии, кто-то пользуется услугами аутсорса, там, юридического отдела. А это новая, классная штука. Аутсорс, который позволяет вам не тратить время на то, чтобы возиться с маркировками, с упаковками. Ну, это просто жуткая жуть. Занимайтесь продвижением товара. Находите новых поставщиков. Ищите, где дешевле купить. Продвигайте свой товар. Придумывайте новые, там, ну, в принципе, знаете, как есть некоторые, вот они уперлись в шубу. И все, и ничего больше, только шуба. Занимайтесь бизнесом. А вопрос рутинный, там, такой, ну, несложный, да. Рутинные работы связаны с доставкой, со складским хранением. Оставьте, ну, я считаю, что мы профессионалы в этом деле. Да, там, может быть, не такой большой пока опыт, но, но мы профессионалы. Так как ты занимаешься фулфилментом, ты по-любому знаешь топовые товары, которые продают ваши селеры, ваши клиенты. Можешь поделиться с нами категорией этих товаров? Хороший вопрос, но при всем моем уважении я, к сожалению, не могу об этом сказать. Я не могу раскрыть эту информацию. Так, запиши. Что происходит дальше с товаром? Отлично. После того, как вы его забрали? Мы проверили, то есть, ну, как визуальный осмотр, да, на брак. Если вы выявляете брак, что дальше происходит с товаром? Мы фотографируем клиенту, соответственно, тут он уже, тут уже клиент сам принимает решение. Либо мы это оставляем у себя, либо просто почтовой службой, да, логистической там какой-то компании мы отправляем этот товар клиенту. Там дальше уже он пусть сам решает, что здесь делать. Оставить себе там. Возвраты поставщикам были на вашей практике испорченного товара? Если какая-то крупная партия, ну, например, пилочки для ногтей, я помню. Пилочки для ногтей, это просто приехала там коробка, они, эта упаковка заводская вся там разорвалась, они по этой коробке все, и вот пилочки для ногтей, некоторые были у них там корешочки, вот эти боковиночки, они были, ну, где-то вот там замочило, что ли, потемнели. Ну, как бы возвращать целый тюк смысла нет, там, из 20 штучек. Просто пришлось посчитать, сказать, вот их ровно 20, что с ними делаем. Что вы тогда ответили? Клиент сказал, давайте это выбросим. А что вы с ними на самом деле сделали? А мы их и выбросим. Так их можно было продать? Зачем? Кое-кому, куда. Мы не продаем. Окей, а дальше что происходит с товаром? После того, когда проверили товар, да, дальше идет консолидация, расконсолидация товара на складе, соответственно, присваиваются полки, присваивается место, если это крупно говорит, и, соответственно, коловщик все это заносит в программу «Мой склад». После чего мы ждем отмашки от клиента, да, для того, чтобы все это дело отправить на склад «Вайлдберрис». Бывают такие моменты, когда мы получаем товар и уже с клиентом заранее обговариваем, то есть это уже обговаривать заранее, что мы по факту получения полной партии товара от клиента в течение 48 часов доставляем уже на склад «Фулфилмента». Мы перескочили через вопрос подготовки товара. Подготовки товара? Да. Товар у вас упал на полку, соответственно, вы его занесли в систему. Что происходит дальше с товаром? Тут уже, знаешь, я не могу как бы все это связать в одном слове. То есть там один человек занимается личным кабинетом, если есть какие-то недоработки, то есть товар уже лежит, кто-то занимается личным кабинетом. Если я у вас заказываю только «Фулфилмент», мне не нужно, чтобы вы занимались карточкой, мне нужно, чтобы вы приняли товар, подготовили его и отвезли на склад. Меня интересует сейчас процесс самой подготовки товара. После размещения товара на складе сотрудник занимается нанесением, созданием штрих-кодов, штрих-код поставки, штрих-код товара, то есть подготовка, упаковка товара. То есть, как правило, это все приходит когда-то вообще в непотребном виде, в непотребной упаковке. То есть это либо ZIP-пакет, либо это пупырчатая, универсальная пупырчатая пленка, либо это BOP-пакет. То есть это все, опять-таки, на усмотрение клиента. То есть это заранее обговаривается. Ну а какие требования у Valboris для упаковки? Каждый товар должен быть упакован в отдельный пакет. Каждый товар – это отдельно упакованный пакет, на котором должна стоять штрих-код товара. Соответственно, ну и в товаре, непосредственно в товаре на набирке должно быть описание товара на русском языке. Сам товар вы не заклеиваете, родной штрих-код, который печатается заводом-изготовителем на единице товара. Сам штрих-код производителя? Да. Нет. Указывается штрих-код товара, который состоится в личном кабинете. Причем это очень большая ошибка. Многие так и делают. Когда заходят в личный кабинет, открывают, там же есть, там указать размер, и введите штрих-код товара. Ну, соответственно, человек берет носочек и с этикеткой носочка начинает вбивать штрих-код товара туда. Соответственно, что мы получаем? По приезду на Wildberries. Ну, не распределенка. Хорошо, что если это не распределенка. Можно и просто не сдать товар. Ну да, ребят, вот держите еще один лайфхак. Можете брать, как у нас по традиции заведено, карандаш в кружечку и записывать информацию. Ну, я могу подытожить вышесказанное. Когда вы принимаете товар от поставщика, то берите штрих-код для карточки товара не тот, который указан на этом товаре от завода, а тот, который вы сгенерируете для этого товара через сам сайт Wildberries. Это очень важно. Потому что эти штрих-кода, которые указываются заводом на товаре, могут быть еще у нескольких сейлеров. И при сдаче товара ваш товар просто может попасть в обезличку. И вы очень долго будете искать и доказывать, что вы сдали товар, и вам никто, как правило, не ответит, где ваш товар. Через 3-4 месяца его просто могут найти и убрать из обезлички, и положить вам на баланс. Но могут и не найти. Поэтому внимательно будете к этому процессу. Совершенно верно. Почему? Потому что если вы не привезли сегодня свой товар на Wildberries, завтра его начнут продавать кто-то другой. Каждая единица товара упаковывается в индивидуальный пакет. Из нашей практики могу сказать, что как мы это сделали. Мы взяли обычный рукав, термозапайщик, который, как правило, в Ашане, в других крупных магазинах, где сумки запаивают. Вот точно такая же история. Самый дешевый рукав, самое главное, брать. И этот запайщик, он одновременно и запаивает, и отрезает вам пакет. И каждую единицу таким образом вы можете упаковывать, и будет все окей. Да, и мало того, что это выглядит очень презентабельно. То есть, когда вот это приезжает замотано скотчем, пупырчатая пленка, ну, понятно, что это упаковка, но все же. Соответственно, что происходит дальше? На каждую единицу товара мы наклеили свою этикетку со штрих-кодом, которую мы сгенерировали в личном кабинете и распечатали из личного кабинета. На каких принтерах, как правило, распечатываются? Мы используем термопринтеры, эти этикеточки 58 на 40. Соответственно, во-первых, это очень удобно, потому что когда там не 1, не 2, не 3 позиции, а их там сотни, то есть, это очень удобно, это презентабельно выглядит, это, ну, короче, это круто. Лично от себя хочу дать совет, что если вдруг вы решите сами заниматься упаковкой и подготовкой своего товара, то ни в коем случае не делайте вот этот самый стикер, который клеится на индивидуальную упаковку каждого товара, на обычном бумажном принтере, приклеенным, например, скотчем. Делайте обязательно не на термоэтикетке, а на термо-трансферной этикетке, потому что ваш товар может пролежать полгода на складе, и если у вас обычная термоэтикетка, то, соответственно, информация с нее может просто тупо выгореть. Ну, либо там затереться, и тогда ваш товар будет непонятно кому принадлежать, потому что исходных данных, это вот, собственно, вот этот индивидуальный стикер, он будет в непотребном виде. Поэтому не экономьте, термо-трансферный принтер стоит не так дорого, это порядка 10 тысяч рублей. Это точно вам даст гарантию того, что ваш товар не пропадет. Были ли у вас ситуации, когда клиент вам сдал товар, вы его обработали, доставили на Валборис, но вместо 20 штук, которые указаны в поставке, Валборис принял 10? Да. Что с этим делать? Ничего с этим не делать. Ну, то есть, как правило, этот груз попадает в, я их называю, потеряшки, вот, причем все приехало, все приехало в палете, все приехало там в коробках, я это называю потеряшками, и с потеряшками ничего другого не делаешь, как только возместить за свой счет, там, ту часть товара, да, которую мы потеряли. Ну, потому что забрать это из Валбориса, это очень долгая история. Ну, это прям очень долгая история, что получить это обратно, какую-то обратную связь, это очень долго. Как происходит процесс принятия товара на Валборисе? Именно стороной Валбориса. Стороной Валбориса. Ну, смотри, значит, после того, когда машина прибывает уже на склад Marketplace, и водитель сдает товар, кладовщик сканирует его, и он видит, что в коробке, то есть он видит количество товара в коробке, их там 20 штук, потому что в личном кабинете, соответственно, то же самое количество. Но когда уже идет приемка на складе Валбориса, то есть уже, да, вторичный приемок на складе Валбориса, когда эта коробка вскрывается, начинается пересчет, вот здесь может оказаться так, что их было не 20, а 19. Тут уже вопрос. И в первую очередь вопрос к нам. Хорошо, как доказать клиенту, что вы сдали все верно, что вы сдали 20 штук, например? Как говорит Дима, такие были ситуации? Что, может быть, посадим в кадр еще одного человека? Ребята, у нас произошла рокировка, первый раз эксперимент, ну, все для вас, как говорится. Ребята приехали вдвоем. Поэтому мы сейчас пригласили коллегу Евгения, для того, чтобы более детально погрузился в процессы. Ну что, Дмитрий, тогда переходим к процессам. Ну, как правило, стандартный набор услуг – это упаковка в пакет, либо ZIP-пакет, либо пакет с липким краем, маркировка товара, либо нанесение наклейки на саму бирку, если это какая-то одежда, грубо говоря, то, как правило, не хватает иногда информации о товаре. Соответственно, мы наклеиваем информацию о товаре на бирку товара. Это имеется в виду состав? Да, состав, производитель. Да, 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 все это информация. И сверху, ну, допустим, упаковываем ее в пакет, и сверху пакета мы клеим штрикот. Далее мы формируем короб, либо микс, либо моно, либо палет, микс моно, и, соответственно, создаем поставку. Давай сразу же определимся, что такое микс, что такое моно, что такое палет. Монокороб – это, условно, коробка 60 на 40 на 40, в которой находится один артикул. Микс, короб – это коробка, в которой находится, ну, условно говоря, несколько артикулов. В кабинете личном на моно и на микс разные штрих-кода создаются? Да. Именно короба? То есть у моно-короба есть свой файл для, так скажем, как это правильно называется, для перевязки короба. Для микса есть свой файл. Палета – это когда на одной палете? На одном палете несколько коробок, то есть моно-палета – это где на одном палете коробки с одним артикулом, а микс – это где коробки с разными артикулами. Если мы говорим про поставку, то поставка до 10 коробок – это можно отвезти коробами, более 10 коробок – это уже палета. Более 10 коробок – 60 на 40. Да, 60 на 40. Это правило Валбриса. Да. Когда мы отправляем палета, мы эти короба складываем на палет и стречуем, и выгружаем на Валбрис уже палетом. Уже палетом, да. Да, там есть там тоже свои особенности. Коробки не должны выпирать за палету, должны быть хорошо застречены, и наклеен упаковочный лист. Ну, упаковочный лист не всегда обязательно, а главное, чтобы был штрихот поставки. Правильно. То есть, то же самое, что и при одной коробке, только, соответственно, в большом объеме. Да, ну, проще говоря, монопалета – это один большой монокороб. Так, хорошо. Что происходит дальше? Дальше мы формируем поставку, соответственно, договариваемся с клиентом, кто делает поставку, либо мы, либо он. Соответственно, если в большинстве случаев мы берем на себя, поскольку если клиент сделает что-то неправильно, соответственно, нас на складе развернут, мы приедем обратно, и надо будет заново всю эту процедуру проходить. Соответственно, мы, особенно новичкам, говорим о том, что лучше мы это сделаем мы, мы сделаем все правильно, и, соответственно, ваш товар попадет сразу на Marketplace, и вы начнете продавать. Чем терять будет временно, опять все это переделываем. А если, например, они сделали неправильно, кто за это платит? За это платит, безусловно, клиент, потому что мы за это ответственность не несем. Сколько, как правило, стоит возврат этого товара к вам на склад? Как правило, товар возвращается сразу, потому что если какие-то проблемы есть со штрихконом поставки, со штрихконом короба... Ну, я не принимаю. Да, они его просто не принимают, они просто разворачивают, и мы кладем коробку опять себе в машину, и уезжаем к себе на склад. Это стоит порядка 500 рублей. То есть, сделать повторно, ну, либо сделать самим повторно поставку, оформить лично в кабинете, да, и доставить короб. Ну, это порядка 500 рублей. Что происходит дальше? Мы назначаем машину, да, какая поедет, то это будет легковая машина, если это один короб, да, если полет, это будет газель. Да, большая. Так, мы перескочили момент, наверное, создания заявки на склад Valbris. Это все в момент создания поставки. То есть, когда формируется поставка, ну, мы так делаем. Я сужу по своей практике, да, что мы в момент создания поставки мы сразу привязываем короба к поставке и указываем имя, фамилию водителя и номер автомобиля, который эту поставку привезет. На вашей практике случалось ли, что нужно было произвести замену водителя либо номер машины? Возможно ли в Valbris это? Да, это все в личном кабинете, это все делается все быстро, причем, ну, настолько быстро, там, буквально, это все на минуты, то есть, это 5 минут поменять водителя, то есть, если это небольшая, да, одна коробка, да, конечно, если это палеты, в этом сложность, потому что, допустим, одна машина может быть где-то, ну, задействована, да, а вторая, как бы, ну, уже поехала, да, на Marketplace, соответственно, тут уже возникает некая проблема, а так, если это одна коробка легковая, допустим, перекинуть с одной машины на другую, курьера, да, то проблем в этом нет. Хорошо, что происходит дальше? Машина подъезжает к складу Marketplace? Подъезжает к складу, заказывается пропуск в приложении, можно в приложении, можно в личном кабинете, ну, как правило, мы делаем и там, и там, чтобы машина при въезде не стояла, не создавала очередь, что бывает так, что через личный кабинет пропуск, ну, какие-то возникают ошибки, и пропуск не заказывается на автомобиль, соответственно, мы дублируем пропуск в приложении. А бывали ли у вас случаи, когда нет возможности прям в ближайшие часы заехать, все занято? Нет, такого не было, то есть мы даже при условии, там, предновогоднего ажиотажа, склад электросталь не ограничивала лимиты, и мы заезжали, ну, свободно на склад, да, там были некие очереди на складе, но наш водитель встает в очередь и сдает поставку в любом случае. Ну, часто бывает так, что наемные водители, клиенты очень часто обращаются в момент, когда они нанимают транспорт для доставки своих коробов, или палет на маркетплейс, и водитель встает в очередь. Соответственно, наемные водители, у него тоже там есть свой график, да, и они не могут долго стоять в очереди. Соответственно, они могут просто взять оттуда и уехать. Соответственно, у клиента срывается поставка, товара на маркетплейсе нет, он не продается, человек теряет деньги. А есть ли какие-либо штрафные санкции от маркетплейса, если ты заявку сделал, а товар не привез? По причине, например, что у тебя водитель уехал? Нет, как таковых штрафов нет, то есть, ну, банально это как бы твои проблемы, то есть ты захотел что-то привезти, ты не привез, ну, не привез ты, не привез. Аннулировать поставку при этом не обязательно? Нет, не обязательно, ее просто переносит на другую дату, да, если вы уже совсем передумали, ввести на вал, ну, поставку лучше удалить из личного кабинета. Водитель подъехал к доку, что происходит дальше? Когда водитель наш заезжает на склад Валбереса, у Валбереса автоматизированная система пропусков, машина подъезжает, камера считывает его номер и автоматически ставит его в очередь. Соответственно, водитель подъезжает, там висит большое табло, где написано, какой он в очереди, либо на какие ворота ему вставать. Соответственно, он видит, допустим, 136 ворота, он подъезжает к этим 136 воротам, там уже ждут его приема с датчики, он подъезжает, достает коробки, приема с датчики их сканируют, да, и, соответственно, говорят, что все хорошо, либо, ну, не все хорошо, но в нашем плане, наверное, что все хорошо. А что может быть не все хорошо? При загрузке... В личный кабинет. В личный кабинет, да. Есть файл, в котором он указывает, ну, обычно это когда несколько коробов, у тебя в каждом коробе лежит определенное количество определенного товара, особенно, когда несколько артикулов. Соответственно, тут нужно указать точное количество, сколько у тебя в коробе номер один, в коробе номер два и в коробе номер три. Часто клиент, которые сами делают поставку, они, ну, где-то путают количество, либо путают местами штрих-кода коробов. Соответственно, несоответствие возвращают поставку обратно на склад. Это самый распространенный, ну, наверное, большинство единственный ошибок. А в каких программах, как правило, вы формируете сами штрих-кода в той же поставке? Их, на самом деле, много разных в интернете, они в свободном доступе. Ну, обычный генератор штрих-кодов. Да, это обычный генератор штрих-кодов. Там есть платные, есть бесплатные версии, просто можно в Яндексе набрать, соответственно, мы сталкивались с ситуацией, вот, кстати, ребят, вам тоже будет наш опыт очень полезен, когда мы через подобный обычный генератор штрих-кода, который мы просто в гугле вбили в первую попавшуюся, генератор штрих-кода, мы вводим туда сам штрих-код, ну, номер штрих-кода, и получаем картинку уже, собственно, с этими палочками штрих-кода. После того, как мы его распечатали, мы не обратили внимания, то, что сам генератор штрих-кода к номеру добавляет еще ноль. И вот, собственно, это была одна из наших причин, когда мы первый раз приехали на Валборис, не смогли сдать. Смотрим, вроде визуально все хорошо, визуально это штрих-код, по штрих-кодам же дублируется сам номер штрих-кода, но коловщик говорит, что такого штрих-кода не существует. Это, скорее всего, вопрос к формату штрих-кода? Да. Был именно вопрос в формате, потому что есть 32-значные, 16-значные, и важно, когда вы будете генерировать штрих-код, смотрите внимательно на то, что сам штрих-код выдает внизу. То есть, это буквенное выражение, там не должно быть никаких символов. Если есть пробел либо точка, это уже будет другой штрих-код. Либо, как мы говорили в предыдущих выпусках, можете скачать любую программу по штрих-кодированию на обычный телефон, и камерой телефона, соответственно, навести на товар. Это будет тот же самый сканер, которым вы можете проверить этот штрих-код. Потому что после распечатывания не факт, что данный штрих-код будет биться. Возьмите это на карандаш, это очень важно. Что происходит дальше? Товар приняли. Соответственно, мы клиенту говорим о том, что товар принят на склад Валберес, далее статусы отслеживайте в личном кабинете. Далее, ну, кладовщики Валберес могут поставить, грубо говоря, на хранение, то есть не сразу начать его принимать, а через сутки по регламенту. У Валбереса на приемку есть 10 рабочих дней. Но, как правило, это происходит в пределах одного-двух дней рабочих. Соответственно, после того, как товар на складе Валбереса, они его приняли, соответственно, статусы меняются в личном кабинете на принятые. Можно посмотреть, что товар принят без расхождений в количестве 30 штук, как было заявлено при поставке. А что делать, если товар принят с расхождениями? С Валбереса можно что-то получить? С Валбереса, к сожалению, нет. Это беда, которая нас объединяет. Беда не приходит одна. Ну, как все знают, Валберес никаких документов не дает при приемке груза, соответственно, и даже не дает фотографировать о том, что даже просто банально свою коробку, что на фоне, грубо говоря, своего склада. Да, кстати, возьмите на заметку, что можно еще и штраф получить. Да. Штраф за что? За то, что нельзя фотографировать на территории склада. Это у них прямо в оферте прописано. Честно, не скажу точно, если этот пункт в оферте, но несколько раз нас предупреждали об этом. Кстати, могу вам дать рекомендацию, как это можно сбежать. Вы можете на наружную часть машины, если это будет высокая машина, просто сделать камеру и просить водителя, чтобы, когда вы подъезжаете к доку, ну, он ставил машину так, чтобы все попадало в обзор. И сам не загораживал камеру, всегда стоял сбоку. Таким образом, можно, в принципе, увидеть, что происходило, и как-то восстановить, и вам подстраховать. Если вдруг что-то пошло не так, с Валбересом разговаривать бесполезно. С Валбересом разговаривать можно, но это очень затянутая история. Она может растянуться и на месяца. Как правило, в первую очередь нужно проверить товар, есть у них пункт, такой, обезличка. Соответственно, туда часто, не часто, но может попасть товар. Это в личном кабинете? Это в личном кабинете поставщика. Там обезличка только этого поставщика или всех. Только этого. Может попадать товар, и по своей практике, как Евгений говорил, по носкам у нас был такой инцидент, что мы сдали поставку, две недели прошло, ее нет. Три недели прошло, ее нет. Соответственно, уже думали, что все. Потом мы нашли информацию, что можно посмотреть в пункте обезличка, есть ли там товар. Да, там товар есть, там нужно просто сделать заявку на то, что условно это не обезличка и товар у вас попадает, засчитывается как принятый. Соответственно, убирается из обезлички и засчитывается как принятый товар. Ну, это первое, да, это самое банальное, что можно посмотреть. Если там товара нету, значит, первым делом можно написать в поддержку. В сервис-деск. Да, в поддержку, там, в личном кабинете, без разницы, в приложении, они отвечают, да, они отвечают не быстро, но они отвечают. История долга, ну, и результатов может быть два. Могут найти, могут не найти. Соответственно, если не нашли в Альберис, то, ну, тут уже, скорее всего, что можно с этим товаром попрощаться, ну, с этой частью товара, которую потеряли. Со своей стороны, да, мы максимально пытаемся доказать клиенту, что это не наша вина, да, и что мы все отгрузили, что вот сколько пришло, столько мы вывезли товара, да, всевозможные видеофиксации, фотофиксации, документы. Ребят, для вас, возможно, будет полезно, когда мы только первые разы сдавали товар на Marketplace, и когда только я узнал от водителя, мне водитель звонит и говорит, Владимир, у нас есть проблема, то, что нам не выдают никаких документов, и я просто отдаю товар, уезжаю, это очень странно. Я тогда начал узнавать у ребят, с кем мы проводили интервью, они сказали, да, все окей, но они дали очень дельный совет, и я считаю, что каждый из вас должен им пользоваться. Когда вы сдаете товар, держите телефон, никто же не видит, что вы снимаете, и водитель у меня, собственно, такой полз скрытой съемкой вел сам процесс съемки, то есть было видно, что он сдает, сколько, что они там говорят, о чем, то есть он просто в руке держит, и вроде как Валберс этого не замечает, но у него есть хотя бы какая-то доказательная база сказать мне, что он действительно сдал, и в дальнейшем, если вдруг товар пропал, мы можем это видео отправить Валберсу, для разбирательства это точно поможет. Как бы такой полусерый метод, но а как по-другому? Если по-нормальному не получается работать, как мы все привыкли, но приходится выкручиться, это же бизнес. Либо еще один лайфхак, это у нас водители, у них такие специальные спецовки, и вот здесь вот есть подобного рода кармашек, и вот когда уже Дима сказал, что делает замечание, они вот так просто опускали телефон, ну, уже с камерой, ну, потому что иногда руки могут быть заняты, что-то нужно там таскать, здесь у него аккуратненько, прям как у наших сотрудников полиции, долгосрочный, ну, что-то, на чёрном, на чёрном, на чёрном, на чёрном, сказал, что нужно выходить из ситуации любыми способами, потому что потом с клиентом, есть адекватный клиент, который понимает, а попадались таких, с которыми очень сложно, ну, то есть, сложно найти общий язык, ну, то есть, там пропала вот эта коробочка и всё, ну, то есть, там до криков, до оры, ну, ситуации разные, поэтому нужно себя обезопасить максимально со всех сторон. Бизнес – это игра для взрослых, и в бизнесе ошибки, к сожалению, жизнь не прощает, поэтому максимально готовьтесь ко всем ситуациям, которые могут у вас возникнуть, надеюсь, что большую часть ситуации мы с помощью наших выпусков всё-таки сможем вам показать, раскрыть из первых, как говорится, рук. Что происходит дальше? Если товар, например, не приняли, вы пишете в сервис-деск, есть какие-то ещё процессы? Пишите вы в сервис-деск или пишет ваш клиент? Мы помогаем клиенту в этом вопросе, да, ну, мы не можем, как бы, занять такую позицию, что, ну, как бы, это ваша проблема, разбирайтесь, как хотите. Мы так не делаем, мы стараемся помочь, да, написать хотя бы первые обращения, да, потому что если клиент новичок, соответственно, маркетплейс ему что-то ответит, ну, и это может поставить его в тупик, и он не знает дальше, что делать, да, соответственно, у нас там есть опыт, маркетплейс отвечает, мы там продолжаем беседу, да, и можем потом проконсультировать клиента, что тебе дальше с этим делать, да, вот, ну, и, соответственно, либо сразу вопрос решается, да, либо растягивается чуть попозже, но в любом случае мы клиентов не бросаем в этом плане, да, мы стараемся как-то помочь решить ситуацию, помочь найти этот товар, единицу товара. у нас буквально есть еще пару минут, и всех ребят интересует цена. Можем мы примерный разборосу вилку ценников, возможно, это будет не ваш ценник, а среднерыночный ценник, сколько стоит наклейка, сколько стоит сборка, сколько стоит доставка, ну, то есть, давайте пробежимся по прайсу, потому что часть из наших ребят, они сейчас только задумываются про фулфилмент, возможно, они обратятся к вам, возможно, к другим конкурентам, ну, примерно, чтобы у них сложилось понимание рынка, сколько это стоит. Стоимость нашей работы для одного товара в среднем 38, там, 50 рублей. Это себестоимость? Это ваша себестоимость? Это наша цена, да, за обработку одного товара. Ваша цена или ваша себестоимость? Это наша цена. Это наша цена. То есть, для ребят можно зафиксировать в среднем цену 38 рублей на обработку одной единицы товара. Это все под ключ. Это все под ключ. Принять, отстекировать, доставить до склада Валберс. Да, Поэтому для начинающих сейверов... Кофе входит в эту стоимость. Что? Кофе входит в эту стоимость. Если вы приедете к нам на склад, мы вас даже угостим чем-то... Даже круассан. Круассан. Ну, ради круассана я могу подъехать. Добро пожаловать в город Обухово. А за какой объем это идет? Кресло или это телефон упаковать, например? Мы, как правило, считаем за единицу товара. То есть, если я привезу 10 кресел, это будет всего лишь 380 рублей? Нет. Ну, кресло это крупногабаритный товар будет. У нас, смотрите, калькуляция идет из расчета одной единицы. Мы смотрим на количество товара. Обычно мы количество берем хотя бы от 30 штук. То есть, даже если взять пример носки, мы носки можем продавать как по одной паре, как по 5 пар. Допустим, клиент, если есть 100 носков, он говорит, мне нужно 20 упаковок. То есть, мы возьмем за маркировку упаковку, как за 20 комплектов. Но, соответственно, добавляется услуга комплектации. То есть, мы из общей партии взяли 5, положили в один пакет. Еще взяли 5, еще один. То есть, это услуга комплектации. Соответственно, мы будем считать как единицу. Допустим, 20 пакетов, это 20 единиц. То есть, комплектации 20 единиц товара. Ну, условно, комплектация одной единицы стоит 10 рублей. То есть, 20 пакетов это 200 рублей. Это еще добавляется к стоимости 38 рублей. Да. Ну, если в среднем брать, да, это где-то так. Плюс еще какие-то дополнительные услуги. Соответственно, если клиент привозит 100 единиц товара, и его нужно по одной штуке упаковать, да, соответственно, мы считаем как 100. И, ну, это тоже там получается, ну, в среднем там 38 рублей. Ну, что, ребята, я предлагаю на данной прекрасной ноте завершить данный выпуск. Надеюсь, что он был для вас полезный. Как обычно, лайк, колокольчик. Если не подписаны, то самое время это сделать, подписаться на канал Бизнес База. Напишите в комментариях, пожалуйста, вопросы, если у вас остались по фулфилменду. Мы совместно с ребятами постараемся практически на все эти вопросы ответить. Не обещаю, что это будет сразу. Работ очень много, но мы обязательно это сделаем. Если у вас есть вопросы к ребятам, то можете написать им напрямую. В описании я оставлю все необходимые контакты. Как правило, к сожалению, не все из вас видят эти контакты и начинают писать мне в личку. Можете, в принципе, не тратить время, просто перейти в описание и увидеть контакты ребят. И задать эти вопросы, которые у вас сложились в процессе интервью. Прямо ребятам напрямую. Я надеюсь, что ребята подскажут. С удовольствием. Возможно, вы только сейчас планируете выйти на Marketplace. У вас есть вопросы. Также, в принципе, пишите. Ребята, чем могут, вам помогут. Ну и моя коронная фраза, ленивые ищут отговорки, а сильные ищут возможности. Поэтому не теряйте время. Время – самый главный ресурс в вашей жизни. Спасибо, что нас посетили. Спасибо вам, что пригласили. Все, ребят, пока. Спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok